Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях расскажу вам я, Владислав Ноумов, и мои коллеги. Перейдем к главным темам выпуска. Продавший абонементы в неработающий фитнес-зал Оренбуржец не выходит на связь с клиентами. Правительство области планирует активнее поддерживать промышленные предприятия. Пассажиры Оренбургского аэропорта ждали багаж на морозе более трех часов. Как украсит Оренбург к Новому году? Об этих и других новостях подробнее далее в выпуске. Клиенты фитнес-центра Допинг по-прежнему остаются ни с чем. Заявленная встреча с директором фитнес-зала не состоялась и у людей все меньше и меньше надежды на возвращение денег. В теме разбирались мои коллеги. Я дату поставил, вот, 26, 11, 18 год, что я принял его в течение 14 рабочих дней, вам деньги вернулся. Около 150 оренбуржцев купили абонементы фитнес-центр Допинг в августе и сентябре этого года. Однако до сих пор спортивные залы так и не были открыты. Первоначально администрация не шла на контакт со своими клиентами. 3 декабря директор фитнес-центра обещал лично встретиться с жителями. Два понедельника, следующий, после, там, посмотрим, какие цифры, вы сегодня напишите об этом. Они могут прийти на граждане, любой недовольный может прийти на квалитарскую, 4, подняться на второй этаж, написать вам заявление о возврате денежных средств, которые вы вернете, установлены в законном сроке. Я правильно понимаю? Так, да? Разгоршел. Люди отпросились с работы, в том числе я отпросилась с работы. Сижу, вот, жду его уже час, как бы его нету. Допинг существовал давно в этом здании, поэтому у нас подозрений не было. Я начал подозревать, когда он обещал открытие в сентябре, но была задержка. Ну и когда уже начались удаляться посты, все-таки в группе, стало понятно, что ничего уже не будет. И начал тогда искать место, куда можно подать заявление. Сейчас, кстати, хотелось бы посмотреть в глаза этому Лещеву. Напомним, первая встреча индивидуального предпринимателя с оренбуржцами прошла 26 ноября. Тогда Александр Лещев подписал около 15 заявлений о возврате средств. Однако оставшиеся клиенты фитнес-центра допинг остались ни с чем. Теперь возмущенные горожане планируют обратиться в прокуратуру. Мы попытались связаться с Александром Лещевым, однако сделать этого нам не удалось. Дарья Казакова, Федор Бородатский, городской телеканал ЮТВ. В Оренбургской области появится региональный фонд развития промышленности. Он будет помогать предприятиям выйти на экспортные поставки. Речь идет о среднем сегменте бизнеса. Из-за больших объемов и высоких процентных ставок предпринимателям недоступны федеральные кредиты. Субсидирование таких производств будет вестись по сниженной процентной ставке. Все наши прогнозы, анализы, которые мы делаем совместно с статистикой, с данными наших предприятий, они подтверждаются все-таки, что восстановление экономики, оно есть, оно случилось и продолжается стабильное наращивание. И международное агентство, которое каждый год проводит оценку анализа состояния социально-экономического, финансового состояния нашей области в этом году, провели аналогичный анализ. В этом году инвестиционная активность предприятий отмечается ускоренными темпами. На развитие экономики и социальной сферы области за 9 месяцев направлено более 130 миллиардов рублей инвестиций. Большой вклад в инвестиционный рост Оренбуржья вносит альтернативная энергетика. И инвестиции это по солнечной энергетике. Вы были недавно свидетелями, что у нас крупнейшая в России открылась солнечная электростанция Сорочинская, Новосергиевская. И сегодня общая мощность наших пегаватт солнечных, как мы их называем, солнечные эковаты, это около 190-195 мегаватт. Эта тема не закрыта. Сегодня 7 солнечных электростанций у нас на территории Оренбургской области. И в перспективе до 2022 года планируется еще строительство 8. То есть мы как были в лидерах, и я думаю, что эту позицию мы также будем продолжать. И буквально плюс солнечные киловатты нам дали в инвестициях в этом году плюс 10 миллиардов рублей. Тоже неплохой показатель для инвестиций, для развития бизнеса. Багажное отделение Оренбургского аэропорта снова в центре внимания. Пассажиры, вернувшиеся из жаркого Таиланда, 3 часа ждали свой багаж в 30-ти градусный мороз. Об этом сообщает портал Уриндэй, приводя высказывания одного из пассажиров. Претензий у меня много. Складывается впечатление, что о прилете самолета работники аэропорта узнают только в момент посадки. Все сидят и ждут, пока там подадут трап. Но это ладно. Нас выгнали в холодное помещение, где мы несколько часов ждали свои чемоданы. Только после череды скандалов багаж загрузили в комнату выдачи и следом запустили всю толпу. Отметим, что это не первый случай, когда пассажиры жалуются на плохой сервис и условия выдачи багажа. Реконструкция здания аэровокзала запланирована на 2021 год. Если ты прилетаешь утром и несколько рейсов прибывают в одно время, тебе выдают, по сути, на улице, через всеми нами известный гараж. Неважно, снег, дождь, мороз. Ты ждешь. На выходе обязательно сверяют бирки, чего не делают. В общем-то, ни в одном аэропорту безопасность. Ладно, ну хотя бы условия тогда предоставьте, чтобы можно было ждать. 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. В этот день во многих городах России родители особенных детей вышли на протестные акции. Мои коллеги в Уфе пообщались с бастующими и узнали об их проблемах. Ренате 8 лет. Врачи поставили ей диагноз детский церебральный паралич. Вместе с мамой они присоединились к всероссийской акции «Поднимите пособие ЛОУ» лицам, осуществляющим уход за инвалидами. В Уфе на пикет вышли в основном родители особенных детей. Они все знают друг друга. Их объединили общие проблемы. Мы хотим обратить на себя внимание, и это личное обращение к Владимиру Владимировичу Путину, потому что наше пособие по уходу за детьми-инвалидами, за инвалидами первой группы, оно уже никак не индексировалось 5 лет. Это пособие равнялось минимальному размеру труда – 5500 рублей. В нашем регионе она составляет 6 325 с уральскими. Она никак не индексируется. Этих денег действительно не хватает. Пенсии дети получают, но эти пенсии уходят на реабилитацию. Сумма меньше прожиточного минимума. Вы представляете, как можно на эти деньги жить, уже не говоря о том, что реабилитировать ребенка. Это уже крик, чтобы нас услышали, что мы есть, мы живы, мы добиваемся, мы хотим увеличения. И хотя бы, чтобы это индексировалось как-то, чтобы дали нам возможность нормально жить, проживать, и детям своим помогать. Дети – это наше будущее. В Международный день инвалидов всероссийская акция проходит почти в 20 городах – от Калининграда до Красноярска. Это одиночные пикеты и массовые митинги. Уфимцы объясняют – рады работать, но не могут оставить своих детей без присмотра. Для них они не только родители, но и массажисты, логопеды, медсестры. Ребенок, хоть ему 13 лет, он все мое время занимает. Оставить его невозможно одного. У него аутизм, умственно отсталость сильная. Поэтому вот такое безвыходное положение. И таких много на самом деле людей, которые вот так вот дома прикованы, вынуждены ухаживать 24 часа в сутки. За уход за взрослым инвалидом выплачивается еще меньше – 1200 рублей. Одно из требований – приравнять пособие к минимальному размеру оплаты труда. В Ашкирии – это около 13 тысяч рублей. А также индексировать их ежегодно и сохранить выплаты при выходе ухаживающего на пенсию. Организаторы митинга рассказали и о других проблемах. Мы не можем официально нигде устроиться, потому что тогда мы теряем и это пособие. И тогда остается вообще 1200-1380 в нашем регионе. То есть нас бьют по рукам. У нас 2,5 миллиона инвалидов и 2,5 миллиона лиц, осуществляющих уход. Это огромный-огромный миллионный город. В этом году законопроект о повышении пособий лицам, осуществляющим уход за инвалидами, был подан в Госдуму. Но за год так и не был рассмотрен. В ответ общественники создали в интернете петицию. Ее подписали уже более 750 тысяч человек. А сбор подписей продолжается. Алина Гребешкова, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ. В продолжение темы. В России упростят процедуру установления инвалидности. Об этом заявил министр труда Российской Федерации Максим Топилин. Теперь процедура освидетельствования должна стать гораздо комфортнее. Передача документов из медорганизации в бюро медико-социальной экспертизы будет без участия граждан. Также сейчас Минтрут совместно с Минздравом разрабатывает перечень медицинских обследований для каждого заболевания. Было принято решение, что курьеры развозят. Но с медицинского учреждения в медико-социальную экспертизу. Вот сейчас вводится все это в режиме, как мы сейчас привыкли, в режиме онлайн. Чтобы, как говорится, не нервничать, не бегать никому, никаких ручных, так называемых, вот этих переносов. Это очень серьезная программа направления 0.88. От ее детализированной, содержательной, от всей, как говорится, формулировки, какие там будут указаны, будет зависеть, какой процент человек, который направляется в медико-социальную экспертизу, какой процент он утратил для установления группы инвалидности. Музеи должны быть доступны каждому. С этой целью областной музей ИЗО создал проект видеоэкскурсии для людей с ограниченными возможностями зрения и слуха. Подробнее об этом расскажут мои коллеги. В 1992 году Генеральная ассамблея ООН объявила 3 декабря Всемирным днем инвалидов. В России к этой дате приурочили инклюзивную акцию «Музей для всех». В этом году несколько музеев присоединились к ней. Так, областной музей изобразительных искусств презентовал проект «Смотрю и слышу», который позволит посетителям с инвалидностью по слуху больше узнать о постоянной экспозиции музея. Идея проекта зародилась достаточно давно уже. Только сейчас вот она наконец-то начала реализовываться. И, ну, в принципе, мы хотели давно уже работать с людьми с инвалидностью. Мы составили, скажем так, такой видеогид по нашей постоянной экспозиции, начиная от иконописи и заканчивая советским искусством 50-х годов. Очень интересная идея, когда инвалиды по слуху могут прийти и посмотреть, не обязательно приглашать в роду переводчика, могут прийти в любое время, посмотреть экспозицию и сразу же понимать, о чем идет речь. Конечно, да, мы бы хотели, возможно, и по тематической экспозиции сделать, да, экскурсии на жестовом языке. Также, конечно, у нас и другие сферы инклюзивных программ развиваются, такие, например, как работа с слабовидящими. У нас разрабатывается тактильная экскурсия, чтобы специально они могли что-то потрогать, прийти в музей, то есть чтобы для них это было действительно актуально, интересно и что-то новое. Мы хотим развивать для всех категорий инвалидность. Отметим, что областной музей ИЗО принимает участие в инклюзивных программах 2010 года. Проект «Смотрю и слышу» будет внедрен в работу музея с помощью дополнительных технических средств, персональных мини-планшетов. Посетитель сможет пользоваться им самостоятельно. Дарья Казакова, Александр Горочев, городской телеканал ЮТВ. В этом году тема новогоднего оформления Оренбурга «Театр. Город украсит героя сказки Щелкунчик». Новогодняя елка традиционно будет установлена возле Дома Советов. 2019 год объявлен годом театра, поэтому концепция оформления Оренбурга посвящена этой теме. По-прежнему основные магистрали города будут украшены баннерами. Всего их будет 32. Главную елку возле Дома Советов уже начали устанавливать. На территории появятся ледяные фигуры и горки. Режим работы в новогодние праздники торговых центров и рынков также изменится. 31 декабря все наши рынки торговые комплексы работают до последнего клиента, скажем так. Я надеюсь, что последний клиент будет не так уж поздно, чтобы люди сами могли еще и личным праздником позаниматься. Я имею в виду наших уважаемых торгующих. Практически везде 1 января выходной. Единственное исключение составляют наши развлекательные комплексы. 1 января они работают, я имею в виду киноцентры в торговых комплексах. Это «Армада», это «Гулливер», это «Север». В остальные дни у всех график разнообразный, но большинство 2 января начинают свою работу. Есть некоторые исключения. Городской телеканал ЮТВ ищет корреспондентов. Кастинг состоится 8 декабря по адресу улицы Аксакова, 17. Попробовать себя можете и вы. Для этого заходите на сайт utv.ru и заполняйте анкету. На этом у меня все. С вами был Владислав Наумов. Всего доброго. Оставайтесь на ЮТВ.